Destiny 2 Новый Свет и Destiny 2 Обитель Теней перенесли. С такой новостью сегодня вышла небольшая заметка на сайте студии разработчика, так что давайте подробнее взглянем на эту важную новость. Мы стали независимой командой, а значит будущее Destiny 2 всецело зависит от нас самих. Эта независимость позволяет нам действовать более гибко, принимая решения, пусть и непростые, которые пойдут на пользу игре и игрокам, пишут Банжи в статье. Ввиду этих причин релиз долгожданного дополнения и бесплатной версии перенесен с 17 сентября на 1 октября. Две недели разницы, но похоже, что этого времени как раз не хватает студии сейчас, чтобы отполировать релиз и выпустить столь важное дополнение в готовом виде. Это решение далось нам непросто, мы знаем, что для некоторых из вас, и для нас тоже, выход новой Destiny становится целым событием. Вы берете отгул или внезапно заболеваете, чтобы не пойти на работу или учебу. И да, это и правда так, я представляю, сколько планов порушено. Я сам вынужден сильно двигать множество мероприятий, переносить отпуск. Это охренеть как обидно. Банжи извиняются, спасибо, конечно, но... Кроме того, поделились списком важных дат и деталей. Например, раскрыто название и день релиза нового рейда. Сад спасения. Новое главное ПВЕ испытание. Рейд станет доступен 5 октября, спустя почти неделю с момента релиза Обители Теней. Напомню, что действие рейда развернется в Черном Саду, который уже посещали игроки в первой части. 5 дней достаточно удобный график, примерно таким он был в первой части, таким был во второй, и я рад, что от дебильного эксперимента рейд доступен в день релиза, студия решила отказаться. Плюс к этому, Банжи продлили действие моментов Триумфа до 17 сентября включительно. Только не путайте это с сон с состоянием героев. Ивент продлится до 27-го, как и планировалось. Все же заполнить возникший пробел в игровом календаре как-то надо, так что у нас еще 3 недели на то, чтобы завершить испытания этого года и получить награды. Как будто, можно подумать, кто-то еще не успел. Кстати, о заполнении дыры в графике. На неделе, которая начнется 16 сентября, стартанет дополнительное железное знамя. Двойная порция вашего любимого ивента. Но, конечно, большинство игроков, и меня в том числе, интересуют подробности о кроссплатформенных сохранениях. Подвинули ли эту опцию вместе с релизом? Нет. Но до октября ждать не придется. Сохранения заработают уже в текущем месяце. С подробностями переходов нас должны познакомить в ближайшие недели. Что ж, новость, конечно, неожиданная, мягко говоря. Повторюсь, планы накрылись у многих игроков. Я прощупываю тему перехода, планирую покупку ПК, расписываю график отпусков. А тут на тебе. Давай по новой, Миша, все хуйня. Хреново, конечно, но с другой стороны, открытость. И честность разработчиков это лучше, чем выпуск сырого релиза, проблем по технической части при переходе с платформ и так далее. Это первый перенос в истории франшизы. А в современной индустрии как часто мы натыкаемся на подобное? Да постоянно. Прикиньте, как бы горели жопы, если бы вы, довольные, дождались сентября, сохранение переносите на другую платформу, и вдруг чё-то не работает или вообще пропадает. Разрабы такие, ну сори, вот тебе эмблема в качестве извинения. Не хочу присоединяться к армии диванных аналитиков, но что-то мне подсказывает, что если бы студия не была сейчас предоставлена сама себе, то кое-какой издатель никак бы не допустил переносов и настаивал на жестком дедлайне. Почему перенесли? Не знаю. Не знаю я. Не знаете вы. Не знаю даже куда более приближённые к банджи авторы. Кто-то строит догадки на том, что новая система брони ещё сырая. Кто-то даже грешит на релиз Borderlands 3, как потенциального конкурента. Я не знаю, гадать не хочу. Это мне неинтересно, и панику разводить из этого тоже. Наверняка многие уже разнылись о том, что ну вот оно началось, ушли от издателя и всё пошло по наклонной. Не, я хочу только готовый продукт, достойный запуск нового дополнения, и если для этого нужно больше времени, что ж, окей. Так что стараемся позитивно смотреть на это всё. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь, знакомьтесь в подробной инфоре в описании к видео. С вами был Джонни Лейни. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok